Ремонтировали, ремонтировали, да не отремонтировали. Три года назад деревянный дом в Чите по улице Авиационная 1 сгорел. До сих пор людям приходится ютиться у родственников и знакомых. Искать правду жильцы решили в суде. Какое решение вынес, узнавала Любовь Чистякова. 5 февраля 2010 года посреди ночи жильцам этого дома пришлось в спешке покидать свои квартиры. В одночасье деревянное здание превратилось в пепелище. После пожара городские власти решили дом отремонтировать. Выделили деньги, заключили контракт со строительной компанией. Но реконструкция закончилась, не успев толком и начаться. Строители работали некачественно. Поэтому их сменила вторая бригада рабочих. Но и они не довели дело до конца. Уже почти три года люди не могут въехать в непригодные для жилья квартиры. Здесь нет ни полов, ни окон, ни дверей. Мы никто уходит так, получается. Сгорели, но сгорели. Чуть-чуть сделали. Мы в оконцовке ничего не сделали. Здесь каких только три бригады. И китайцы тут, и буряты, и русские потом. Что делают, я не знаю. Я пришел, посмотрел, ну делай. Ты не лезь, мы делай. Ну вот и сделали. Живите как хотите. Юрий Лютиков и рад бы уже отремонтировать квадратные метры сам. Вот только размер пенсии не позволяет. Такая же ситуация и у его соседей. Объединившись, люди обратились в суд. На днях он вынес вердикт. В соответствии с вынесенным решением без действия комитета ЖКХ при признании закона на администрацию города возложена обязанность в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу довести ремонт до конца. Однако пока решение суда не вступило в законную силу. У городской администрации есть месяц на то, чтобы его обжаловать. Между тем, устав ждать у моря погоды, жильцы одной из квартир сделали ремонт сами. Теперь надеются на компенсацию. Надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует. Нам вернут наши законные деньги, которые мы потратили на свой дом. Ну, в принципе, на городское имущество, дом городской, не собственность. По словам прокурора, решение этого суда ее не предполагает. Придется обращаться к служителям Фемиды еще раз. Что же касается ремонта остальных квартир, если решение суда останется без изменений, то уже в первых числах декабря в пострадавших помещениях должны зазвучать долгожданные звуки стройки. Любовь Чистякова, Фуат Насерли, Вести, Чита.